так меня хорошо слышно да хорошо все это да и вечерние почитаю а потом брат сергий игнатов вы уже 100 поклонную во имя отца и сына и святого духа аминь господи иисусе христе сыне божий молит ради причинствия твоей матери и всех святых молитвами помилуй нас аминь слава тебе боже наш слава тебе царю небесный утешителю душе истинно их же везде сын и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю предель и все лесердные очистю не и от всякой скверной и спаси блаже души нашим и боже святые крепкие святые бессмертные помилуй нас скрета и боже святой крепкие святые бессмертные помилуй нас Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков они Пресвятая Троица, помилуй нас Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши Святый, посети Сын немощи наши, имя Твоего ради Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков они Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоей на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дашь нам на этот день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем дружнякам нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавок. Яко Твое из Царствия синий с милого веки. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Ибо, не находя себе никакого оправдания, этой молитвы мы грешной Тебе, Владыке нашему, приносим. Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу. Господи, помилуй нас. На Тебя уповаем. Не прогневайся нас безмерно и не вспоминай беззакония наших. Но и вину на любовь Твою к нам, как на вас сердце Твоему. И избавь нас от врагов наших, ибо Ты – Божь наш. И мы – люди Твои, созданные рукой Твоей. Имя Твое призываем. И ныне и присны во веки веков они. Милосердия дверь отверзли нам, Благословенная Богородица, чтобы, надеюсь, у Тебя мы не погибли, да избавились Тобой от бед, ибо Ты – спасение родов христианского. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Божий вечный и Царю всякого создания, сподобуй меня даже в часе и до спеть. Прости мне грехи, я сотворил в сей день, делом, словом, помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа. И дай мне, Господи, в ночи всей сон прийти в мире, но восстав от смиренными ложек, благоугожу при святом имени Твоему, во все дни живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные. И избавь меня, Господи, от помышлений суетных и скверняющих меня, и похоти в укавах, и, как и Твое, и Царство, и Сила, и Сила, и Слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и крисну и вовеки веков. Аминь. Вседержитель, Слово Отца Небесного, Иисусе Христе, Ты Сам, будучи совершенным, по великому милосердию Твоему, никогда не покидай меня, раба Твоего, но всегда в него пребываю. Иисусе, добрый пастор Твоих овец, не пусти мне бунта бесовского и не дай вожделениям сатанинским обладать вновь, ибо синим погибли во мне весть. Ты, Господи Божий, которому поклоняемся, Царь Святой Иисусе Христе, в спящем мне сохранении меркнущим светом. Духом Твоим Святым, которым осветил своих учеников, дай Господи мне недостойную работу ему, спасение Твое наложимое, просвети умы и светом разума Святого Евангелия Твоего, душу, любови Креста Твоего, сердце, чистотой Слова Твоего, тело мое Твоим страданиям всепобеждающим, мы с мое Твоим смирением сохраним, и подними мне на нележащее время в словословие Тебя, Ибо Ты прославлен с обезначальным Твоим Отцом и пресвятым Духом во веки. Аминь. 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 В этот день не помнили? Или где-то поленились? Или какое праздное слово, Господи, сказали перед тобой? Ты прости нам, Господи, укажи нам, Господи, какие мы имеем грехи. Даруй нам, Господи, истинное покаяние, которое от Тебя исходит, а не мы сами себе выдумываем. Много мы себе выдумываем проблем, Господи, но Ты просвети, чтобы мы видели, что ложное, что истинное, и могли отличать. Господи, даруй нам любовь к Слову Твоему Святому, чтобы для нас не было другого авторитета, кроме воли Твоей, отраженной в Слове Твоем. Господи, молим Тебя, размягчи на все сердца, чтобы мы имели слезы покаяния, слезы по миру и по себе, Господи. Даруй нам, дар слез, которые имеют многие рабы Твои. Молим Тебя, Господи, и просим о всех наших близких и родственниках, которые в неверии пребывают. Помоги, Господи, им, если есть воля Твоя святая, ему обратиться. И наши сердца, Господи, сделай такими, чтобы мы могли принять ситуацию эту, которую Ты нас поставил. Господи, прими, Господи, наши молитвы обо всех наших близких и родственниках, которые в таком тяжком состоянии и без верия пребывают. Если есть воля Твоя святая, обрати их, Господи, и помилуй. Господи, Боже наш, в Которую веруем, имя Которое более всякое имя призываем, дай нам ко сну отходящим, облегчение души и тела, и сохранись от всякого мечтания и темной страсти, и останови вожжение страсти, и угости огонь в возбуждении телесных. Дай нам жить целомудрым в делах и словах, Допроводя жизнь добродетельно, не лишимся обещанных Твоих благ, и дабы Ты благословен вовеки. Аминь. Господи, дай нам послужить Тебе остаток дней наших. Благого Царя, Благая Мать, Пречистая Благословенная Богородица Мария, Милый Сын Твоего Бога нашего, Излей на страстную душу, Доставь на родеяние благая. До прочего времени живота, мол, без порока приду, До того рода обрящих, Едино чистая и благословенная. Ангел Христов, Хранитель Мой Святой, Покоритель Души и Тела Моего, Все мне прости, в чем я совершил сегодняшний день, И от всякого коварства, Нападающего Мя врага избавь меня, Чтоб никаким грехом не прогневал я Богом его, Но моли за меня грешен, Достойный Раба, Чтобы сделать меня достойно благости, И милостей всей Святой Троицы, И Матери Господного Иисуса Христа, И всех святых. Аминь. Да воскреснет Бог, и расточатся в рази Его, Да бежат от лица Его ненавидящего, Яко исчезает дым, да исчезнет, Где катает воск от лица огня, Так и да погибнут в бесе лица любящих Бога, Знаменующихся крестным знамением, Веселье и глаголичу, Радуйся, пречестный же творящий крести Господне, Прогоняй в бесе силу Тебя пропятого, Господь нашего Иисуса Христа, О, отшедшую попрошу силу дьяволю, Дорошим Тебя кресло честное, Бараня всякого супостата. О, предчестный же творящий крести Господне, По богами и сестой Господи Деву Богородицу, Со всеми святыми вовеки. Аминь. Благослови, Господи, на чтение Святого Евангелия Твоего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. От Матфея Святого Евангелия чтения. Так, надо посмотреть, Какой мы последний читали. Так, 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 так. По-моему, тринадцатый. Ладно, тут уже не найдешь. Тринадцатая глава. Да, все туда, помню. Читаем, сочетаем. В то время Ирод, четверо, властник, услышал. Тринадцатый уже читали. А, да, все, пятнадцатого. Идем. Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжки и фарисеи, Говорят, Зачем, ученики Твои, Приступают к преданию старцев, Ибо они не умывают рук своих, Когда едят хлеб? Он же сказал им в ответ, Зачем и вы Приступаете заповедь Божия Ради предания вашего? Ибо Бог заповедовал, Почитай отца и мать, И злословящий отца и мать Смертью да умрет. А вы говорите, Если кто скажет отцу или матери Дар Богу, То, чем бы ты от меня пользовался, Тот может и не почтить Отца своего или мать свою. Таким образом, Вы устранили заповедь Божия Предания вашим. Лицемеры, Хорошо прочестовал вас Исаия, Говорят, Приближаются ко мне люди Сии устами своими, И чтут меня языком, Сердце же их Недалеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, Учая учениями И заповедями человеческими. И призвав народ, Сказал им, Слушайте и разумейте. Не то, Что входит в уста Скверняет человека, Но то, Что выходит из уста Скверняет человека. Тогда ученики его, Приступив, Сказали ему, Знаешь ли, Что фарисея услышав слово, Все соблазнились? Он же сказал в ответ, Всякое растение, Которое не Отец мой Небесный садил, Искоренится. Оставьте их, Они слепые вожди слепых, А если слепой ведет слепого, То оба в яму упадут. Петр же, Отвечая, Сказал ему, Изъясни нам притчу сию, Иисус сказал, Неужели вы еще не разумеете, Еще ли не понимаете, Что все входящие в уста Проходят в чрево И сдвигаются вон, А исходящий из уст Из сердца исходит, Сие это искверняет человека, Ибо из сердца исходят Злые помыслы, Убийства, Прелюбодеяния, Любодеяния, Кража, Лжесвидетельства, Хуления, И это искверняет человека, А есть неумытыми руками Не искверняет человека, И выйдя оттуда, Иисус удалился Из страны Тирский, Сидонский, И вот женщина Ханьянка, Выйдя из тех мест, Скачал ему, Помилуй меня, Господи, Сын Давидов, Дочь моя жестоко беснулась, Но он не отвечал ей ни слова, И ученики его приступив, Просили его, Отпусти ее, Потому что кричит за нами, Он же сказал в ответ, Я послан только К погибшим овцам дома Израиля, А она, Подойдя к Лане, Семью говорила, Господи, Помоги мне, Он же сказал в ответ, Нехорошо взять у хлеба, У детей, И бросить псам, И она сказала, Так, Господи, Но и псы едят крохи, Которые падают со сала господ их, Тогда Иисус сказал ему, В ответ, О, женщина, Велика вера твоя, Да будет тебе По желанию твоему, И исцелилась дочь ее В тот час, Перейдя оттуда, Пришел Иисус к морю галилейскому, Зайдя на гору, Сел там, И приступило к нему Множество народа, Имея с собой Хромых, Слепых, Немых, Увечных, И иных многих, И повергли их К ногам Иисусом, И он исцелил их, Так что народ удивился, Видя немых, Говорящими, Увечных, Здоровыми, Хромых, Учеников твои Сказал им, Жаль мне народа, Что уже три дня Находятся при мне И нечего им есть, Отпустить же их Неевшим не хочу, Чтобы не ослаблив дороги, И говорят им ученики, Откуда нам взять В пустыне столько хлебов, Чтобы накормить Столько народу, И говорит им Иисус, Сколько у вас хлебов, Они же сказали, Семь и немного рыбок, Тогда велел народу Возлечь на землю, И взяв семь хлебов и рыбы, Воздал благодарение, Переломил их, Дал ученикам своим, А ученики народу, И ели все и насытились, И набрали оставшихся кусков Семь корзин полных, А евших же было Четыре тысячи человек, Кроме женщин и детей, И отпустив народ, Он вошел в лодку И прибыл в пределы Магдалинские. Вот здесь было в начале, Хочу пояснить, То есть он говорит ему, Фарисея предъявляет за то, Что ученики, Не помыв руки, Едят хлеб, А он им предъявил, Что они нарушают заповедь Божию, Заменяя своими предами человеческими ее, Ибо Бог заповедовал, Почитая отца и мать, И злословящий отца, И мать смертью умрет. А вы говорите, Если кто скажет отцу или матери дар Богу, То чем бы ты от меня пользовался? То есть они как делали? Они отдавали в дар, Как бы пенсии же тогда раньше не было, И о стариках заботились дети. И они делали хитро. Они, чтобы не заботиться, Говорили, что это в дар Богу. То есть вот эти деньги, Вот эти, которые должны были тратить на стариков, Они отдавали в дар, То есть в храм. И родители, если что-то требовали, Они говорили, А это дар Богу. То есть ты не можешь от меня пользоваться. То есть ты же ниже, чем этого. То есть и тем самым они устраняли заповедь Своими преданиями человеческими. То есть это чисто было предание их человеческое. Как и сейчас у нас очень много преданий, Тоже человеческих. Так, следующее, если это пятнадцатое, Получается Серахово четырнадцатое. Кто прикасается к смоле, Тот очерницей. Кто входит в общение с гордым, Сделаться подобным ему. Не поднимай тяжести свыше той силы, И не входи в общение с тем, Кто сильнее и богаче тебя. Какое общение у горшка с котлом? Это толкнет его, и он разобьется. Богач обидел, И сам же грозит, Бедняк обижен, и сам же упрашивает. Если ты выгоден для него, Он употребит тебя, А если обеднеешь, он оставит тебя. Если ты достаточен, Он будет жить с тобой и источит тебя, А сам не поболезнует. Вызымел он в тебе нужду, Будет льстить тебе, Будет улыбаться тебе и обнадеживать тебя. Ласково будет говорить с тобой и скажет, Не нужно тебе чего? Богатый будет так говорить. Своим же угощением он будет пристыжать тебя, Да коли два или три раза ограбив тебя, Не насмеется наконец над тобой. После того он, увидев тебя, Уклониться от тебя, Будет кивать головой при встрече с тобой. Наблюдай, чтобы тебе не быть обманутым, И не быть униженным в твоем веселье. Когда сильный будет приглашать тебя, Уклоняйся, И тем более он будет приглашать тебя. Не будь навязчив, чтобы не оттолкнуть тебя, И не слишком удаляйся, чтобы не забыли о тебе. Не дозволяй себе говорить с ним, как с равным тебе, И не верь слишком многим словам его, Ибо долгим разговором он будет искушать тебя, И как бы шутя изведывать тебя. Не милостив к себе, Кто не удерживает себя в словах своих, И он не убережет себя от оскорбления и от уз. Будь осторожен и весьма внимательен, Ибо ты ходишь с падением твоим. Услышав это во сне твоем, не засыпай. Во всю жизнь люби Господа И взывай к нему о спасение твоем. Всякое животное любит подобное себе И всякий человек ближнего своего. Всякая плоть соединяется по роду своему, И человек прилипляется к подобному себе. Какое общение у волка с ягненком, Так и у грешника с благочестием. То есть нет общения. Какой мир у гены собакой, И какой мир у богатого с бедом. Ловли у львов, Дикие ослы в пустыне, Так падающие богатые бедные. Отратительны для гордого смирения, Так и отратительны для богатого бедные. Как пошатнется богатый, Он поддерживается друзьями, А когда упадет бедный, То отталкивается друзьями. Когда подвергнется несчастью богатую, У него много помощников. Сказал нелепость и оправдали его. Подвергся несчастьем бедняк, И еще бронят его, Сказал разумно, и его не слушают. Заговорил богатый, И все замолчали, И произнесли речь его до облаков. Привознесли. Заговорил бедный, И говорят, Кто это такой? Это кто такой? Если он спотнет, То совсем не извернят его. Хорошо богатство, Которым нет греха, И зла бедность в устах нечестива. Сердце человека изменяет лицо его, Или на хорошее, Или на худое. Признак сердца в счастье, Лицо веселое, А изобретение притчей Соединено с напряженным размышлением. Изобретение притчей. Слава тебе, Боже. Хорошие какие советы. Слава тебе, Боже. Слава тебе, Боже. Так, Откровение к евреям. Девятое, что ли? Да, девятое. Первый завет имел постановление О богослужении и святилище земное, Ибо устроена была скиня первая, Которая был светильник и трапеза, И трапеза, И предложение хлебов, Которое называется святое. За Второе же заветство Была скиня, называемая святое святых, Имевшись золотую кадильницу И обложенные со всех сторон Золотом ковчег завета, Где были золотой сосуд с манами Уже золонаронов И расцветшие скрижали завета. И над ним херувим и слава, Осеняющие эти стилища, О чем мне нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве В первую скиню всегда входят священники Совершать богослужения. А во Вторую, однажды в год, Один только предсвященник, Не без крови, Который приносил за себя И за грехи и невидения народа. Сим, Дух Святой, Показывает, что еще не открыт Путь в освящилище, В холле стоит прежняя скиня. Она и есть образ настоящего времени, В который приносятся дары жертвы, Не могущие сделать совести Совершенным приносящего, И которые с ясными питьями И различными омовениями и обрядами, Относящимися до плоти, Установлены были только до времени исправления. Но Христос, Предсвященник будущих благ, Придя с большой и совершенной скинью, Нерукотворенная, То есть не такого устроения, И не с кровью козлов и тельцов, Но со своей кровью Однажды вошел в святилище И приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов И пепел и тельцов Через закрапления освящается скверненных, Дабы чисто было тело, То коль мне пачек кровь Христа, Который Духом Святым Принес в себя непорочному Богу, Непорочного Богу, Очистит совесть нашу от мертвых дел Для служения Бога живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета, Дабы вследствие смерти Его, Бывшие для искупления от преступлений, Сделанных в Первом Завете, Призванные к вечному наследию Получить обетованное. Ибо где завещание, Там необходимо, Чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно После умерших. Оно не имеет силы, Когда завещатель жив. Почему и первый завет Был утвержден не без крови. Ибо Моисей, Принесся все заповеди по закону Перед тем народом, Взял кровь тельцов, Козлов с водой, И шерстью червеленную, И есопом, И окропил как самую книгу, Так и весь народ. Говоря, Это кровь завета, Которую заповел вам Бог. Так же окропил кровью с кинью, И все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону Очищается кровью, И без пролития крови Не бывает прощения. Итак, Образы небесные Должны быть очищаться сими, Самой же небесной Лучшими жертвами. Ибо Христос Вошел в нерукотворенное Святилище По образу истинного Устроено, Но в самое небо, Чтоб пристать ныне За нас перед лицом Божиим. И не для того, Чтоб многократно Приносить себя, Как предсвещение Пояс в светильщик, Кожегодно с чужой кровью. Иначе Надлежало бы ему Многократно страдать От начала мира. Он же однажды К концу веков Явился для уничижения греха Жертвуя своей. И как человеком Положено однажды умереть, А потом суд, Так и Христос Однажды принеся себя В жертву, Чтоб подъять грехи многих Во второй раз явился Не для очищения греха, А для ожидающего Во спасение. Во второй раз явится Не для очищения греха уже, А для ожидающего Во спасение. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Сергей, брат Сергей. Царю небесный, Утешитель души истины, И же везде Сырся исполняй Сокровища благих И жизни подателю. Приди и вселися в нас И очисти нас От всякой скверной И спаси блажья душа наша. Святый Боже, Святый Крепкость И бессмертный, Помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкость И бессмертный, Помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкость И бессмертный, Помилуй нас. Слава Отцу И Сыну Святому Духу Нареприснен И во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощи наше, имя Твоя ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, ныне пресни во веки веков. Аминь. Отче наш, и живи все на небесе, да сватится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе на земле. Хлеб наш наслушный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как же мы прощаем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лука Бога. Господи, слава Тебе наш милосердный Бог Егова. Ам воочи. Свят, свят, свят Господь Савао. Вся земля полна славы Твоей. Аллилуйя. Пресвятая Владыщица Богородица, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас с молитвами Твоими. Благодарим Тебе, Пресвятая Богородица, за то, что Ты дни скорби, печали и естественных обстоятельств защищала нас от поношения, посрамления, поругания, отступничества и измены. Покрой нас амафором Твоей любви. Слава Тебе, Господи, за Пресвятую Деву, Деву Марию, дивную заступность рода христианского. Радуйся, Пресвятая Богородица, усердная заступница рода христианского. Поуспение Твоим нас не оставляющее. Святые ангелы и архангели. Михаили, Гавриили, Гуриили, Силофили, Игудиили, Варахили, Ремили, Херувимы и Серафимы. Престолы, Господство, начало, власти, силы. Молите Бога о нас. Святые пророки. Молчи нас, Господи, в подражании пророку Ильи, пророку Иоанну, уметь жить в бедности и тесноте, никому не завидовать, не роптать, не участь в бесплодных делах тьмы, не бояться начальствующих и правителей грозных, но и обличать и устать верности Богу. Аллилуйя. Святые евангелисты. Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Апостолы, Петр и Павел. Молите Бога о нас. И дашь нам, Господи, жажду исследования Священного Писания, через которое мы думаем иметь жизнь вечную. Оно свидетельствует о тебе. Святые отче Николая, Мерликийский чудотворец, добрый архипастырь, моли Бога о нас грешных. Аллилуйя. Святые мученики и мученицы. Василий Великий, мученики и мученицы. Поликарус Мирский, сын Игнатий Богоносец. Андрей Стратилов, 40 мучеников. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник Ан-Идийский. Пантелеймон. Царь Николай, святого царского семейства. Борис и Глеб, Вениамин Владимир. Молите Бога о нас грешных, ибо мастерно к вам прибегаем, скорым помощником и молитвником о душах наших. Святые праведные богатцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Макарий Александрийский, Макарий Египетский, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Антоний, Антоний Феодосий, Иофф Почаевский, Лаврентий Черниговский. Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Антонштадтский, Антон Шанхайский, Филарет Московский, Макарий Алтайский, все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Святые праведные, жены и девы. Фёкла Певра Мученица, Мария Магдалина, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София. Нина, Татьяна, Ирина, Зоя, Перепитуя, Прескила и Акила, Андроник и Юни, Каприан и Устина. Молите Бога о нас и дару Господню нашим женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость и сохранение сеческого поругания. Аллилуйя. Господи, есть полная Церковь Твою, Духом Пророческим, дабы день Того Прехода и наше Отшествие не застал нас неготовыми, но чтобы вышли мы Тебе на встречу с горящими сетильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, с отделом Духи Святом с любовью. Господи, укрепи нас в Святой Православной Церкви. И не дай нам, Господи, сейчас искушение влечь на чертание Антихриста. Аллилуйя. Господи, воззри на врагов наших, не дай осуществиться задуманному. И даром, Господи, покаяния, если угодно Тебе, примири их с нами и не помяни их безумия на страшном саде Твоем. Аллилуйя. Помяни, Господи, во Царстве Твоем, Духовного Отца нашего Игнатия и рабов Твоих, Галину, Валентину, Владислава, Вячеслава, Евгения, Марину, Павла, Сергея, Татьяну, Наталью, Сергею, Владимира, Виктора и всех ближних наших, всех православных христиан именно Ты их знаешь. Спаси их, Господи, и помилуй. Господи, помяни во Царстве Твоем и посети болящих православных христиан, Ты их знаешь. И гради их, Господи, и дай им, Господи, силы терпения все перенести без уныния и ропота. И дару, Господи, нам исцеление, кого угодно Тебе. Аллилуйя. Господи, упокой душу усопших рабов Твоих, всех православных христиан, все копачивших. И просним всякое согрешение, вольное и невольное. Ибо нет человека, который, будь живя на земле, не согрешил. И дару, Господи, вечную память и вечный покой. Аллилуйя. Господи, огороди наше селение и наше жилище от воров, нечистой силы, от пожаров. И сохрани наше достояние и приумножь его для свершения Богу годных дел. И благослови охраняющих нас, полицейских, пожарных, врачей. Аллилуйя. Господи, помилуй. Господи, помилуй меня грешного. Господи, благодарю Тебя за всех, которые потрудились на возрастание моей души. И дару Твои небесные и земные блага. Господи, благодарю Тебя за этот день, в который Ты даровал на Святую Библию и указал на толкование святых отцов. Благодарю Тебя, Господи, за веру в Тебя, страх перед Тобою и ожидание суда Божия. Господи, благодарю Тебя за Голгофскую жертву, за пресчистую кровь, прольтую на кресте, во оставление наших грехов и надежду на жизнь вечную. Слава Тебя, Боже наш, слава Тебе. Господи, прими нашу молитву и возденье рук в жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом и благодати. И соедини нашу молитву с молитвом всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполнивай Тебя всех молящихся во благо нам. И прими нашу молитву, Боже, за всех заповедавших нам молиться о них. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Ангелы-хранители, спокойной ночи. Аминь, спасибо, Господи. Встречаемся сейчас ночью по московскому времени на утренней ночной молитве. Аллилуйя. Аминь, спасибо.